Спартакиада состоится в любую погоду, а с ней в этот раз участникам явно повезло. Даже если не удалось добиться высоких спортивных результатов, красивый загар был обеспечен. Летнее спартакиада поселений предприятий и учреждений Щелковского района направлена не на установление рекордов, а на приобщение к здоровому образу жизни, физическому развитию, а также на сплочение и дружбу. Хотя пример любителям показали самые что ни на есть профессионалы. Перед началом состязаний состоялось чествование тех, кто приносил и приносит славу стране и Щелковскому району. В их числе олимпийская чемпионка 92-го года по легкой атлетике Марина Шмонина. А сегодня и у простых людей появляется все больше возможностей физически развиваться. Особая слава благодарности хочется сказать главам городских и сельских поселений, которые неустанно изо дня в день делают все возможное и невозможное для того, чтобы как больше жителей поселений вовлекать в занятия спортом. И это, на мой взгляд, получается, потому что у нас неплохой показатель на уровне Московской области. Приятно, что спартакеада не затухает, а с каждым годом ее уровень улучается. От резерва, от юношеского развития физической культуры и спорта зависит и достижение большого спорта. Это всегда доказывало и это всегда сейчас по-настоящему подтверждается. Соревнования были приурочены к Всероссийскому Олимпийскому дню, хотя прошли, увы, на фоне нерадостных новостей об участии нашей сборной на предстоящих играх в Рио. Спортом пытаются манипулировать в политике, но мы проводим соревнования, чтобы в спортивной борьбе еще больше сплотиться, сказала глава района Надежда Суровцева. И мы покажем всему миру, вот так, в отдельно каждом взятом районе, поселении, что мы все равно самые спортивные, самые лучшие, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие внешнеполитические течения, которые касаются спортсменов и спорта. И районная спартакеада получилась по-настоящему массовой. Футбол, стритбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, шашки и шахматы, дартс, гиревой спорт и настольный теннис. Всего 14 дисциплин. И участие команд всех 10 городских и сельских поселений, плюс звездного городка и четырех предприятий. В десятый раз участвуют в спартакеаде команды завода «Мултон», известного производителя соков. Регулярно занимает призовые места, во всем пропагандируя здоровый образ жизни. Мы всегда с удовольствием принимаем участие, спрямимся к победе и пытаемся своим личным примером привлечь внимание других сотрудников, увеличить количество сотрудников, которые занимаются спортом. Ну и, конечно, транслировать это на внешнюю аудиторию, что заниматься спортом легко, можно каждый день плавать, бегать, прыгать, играть в футбол. Ну, глядя на то, как легко они это делают, трудно поверить, что вес гири у девушек 12 килограммов, а у мужчин 24. Участник клуба «Октант» из микрорайона Чкаловский Владимир Лазаришин гиревым спортом начал заниматься в Воркуте, где жил до переезда в Щелково. Особо ничего сложного нет. Берешь и поднимаешь, сколько можешь. По количеству, чем больше, тем лучше. 27 раз в минуту надо. Вот это было бы хорошо. А сколько раз максимум поднимали? Рывок за 10 минут по 100 раз левой рукой. Это было в 2009-м. По 100 раз каждой рукой. Пожалуй, самый зрелищный вид оставили на десерт, когда состязания в остальных дисциплинах уже завершились. В перетягивании каната победила команда Щелково среди городских и Огуднево среди сельских поселений. Между собой они провели суперфинал, который оказался весьма драматичным. 1-1, а перед решающим третьим подходом получил травму лидер Огудневцев. Он старался хотя бы морально помочь товарищам, но в упорнейшей борьбе щелковцы все же одолели соперника. Одна только церемония награждения победителей и призеров в Спартакеаде продолжалась около двух часов. Медали и дипломы вручались в каждой дисциплине отдельно городским, сельским поселениям, а также предприятиям. В общекомандном зачете среди городских поселений победила команда Щелково. Второе место у Фрянова, третье у Монинцев. Среди сельских поселений не было равных спортсменам из Медвежьих озер. В тройку призеров вошли Трубино и Гребнево. Команда завода Мултон взяла первый приз среди предприятий. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.